За всю историю своего существования студия People Can Fly разработала не так много игр. К тому же нельзя сказать, что хотя бы одна из них приобрела всемирную славу и статус шедевра. Тем не менее, их шутеры — это весьма крепкие проекты, у которых есть своя фанбаза, полюбившая игры студии за ураганный геймплей и хороший юмор. Конечно же, речь идёт об адреналиновых шутерах Painkiller и Bulletstorm. Очень долго от студии ничего не было слышно, но почти два года назад она анонсировала свою новую полноценную и самостоятельную игру Outriders. Игру, с помощью которой People Can Fly попытались зайти на территорию лутер-шутеров. Но не все фанаты студии были от этого в восторге. В интернете буквально каждый второй сравнивал Outriders с другими играми жанра — Destiny и Tom Clancy's The Division. Многие даже пророчили проекту провал. И вот 1 апреля 2021 года наконец-то случился релиз. Подтвердились ли опасения игроков, или студия в очередной раз доказала, что способна делать отличные шутеры? Всем привет, вы на канале XDelete. И сегодня мы узнаем, что из себя представляет новая игра студии People Can Fly. Видео создано при поддержке Square Enix. Несмотря на то, что Outriders выполнена в жанре лутер-шутер, разработчики сразу заявили, что не делают сервисную игру. Их приоритет — это сюжетная составляющая, чтобы игрок без каких-либо трудностей мог начать игру, увидеть всю основную историю и перестать играть. То есть главная цель студии была в том, чтобы создать цельный проект, за сюжетом которого было бы интересно следить. И стоит сказать, что разработчики с этой задачей скорее справились, чем нет. История игры начинается с того, что в недалеком будущем люди были вынуждены покинуть родную планету Земля. Она стала непригодна для жизни и практически погибла. Новым домом была избрана планета Энох, за которой ученые Земли наблюдали очень долгое время. За исключением различий во Флоре и Фауне, Энох — это место почти идентичное родной планете людей. В первых рядах колонизаторов были посланы первопроходцы, целью которых была подготовка новой планеты для комфортной и спокойной жизни землян. Но уже в самом начале неизвестная аномалия нарушила все планы людей, и поэтому колонизаторская миссия не удалась, а человечество вновь разделилось на воюющие группировки. Наш герой, оказавшись в центре бури, стал Алиумом, то есть почти что бессмертным обладателем магических способностей, да к тому же еще и выпал из общего хода событий на 31 год. Впрочем, стоит сказать, что не только наш герой получил способности. Многие люди и существа планеты изменились под воздействием аномалии. Пробудившись, наш герой обнаружил, что мир на новой планете построить не удалось. Но, тем не менее, он решил отправиться на источник неизвестного сигнала, чтобы разобраться в том, что же на самом деле происходит на планете Энох. Да, история игры вряд ли выдавит из вас слезы или заставит задуматься на серьезные темы. Но, тем не менее, за ней все же интересно наблюдать, благодаря главной интриге сюжета и запоминающимся колоритным персонажам. К тому же, People Can Fly обратились к формату Road Movie, когда наши герои из изначальной точки на большом грузовике отправляются в приключения, а по дороге их ждет множество опасностей. Такое решение игре пошло определенно на пользу. Но хватит об истории. Давайте перейдем непосредственно к геймплею. В начале игры мы создаем своего персонажа. На персонализации останавливаться не будем, так как там довольно скудный набор настроек и размахнуться негде. Чуть позже, в конце пролога, нам предлагают выбрать один из четырех классов. Вот они слева направо. Техномант – мастер дальнего боя, способный ставить турели и оказывать поддержку союзникам. Пиромант – предпочитающий держаться на средней дистанции и обрушивать на врагов потоки огненных заклинаний. Трикстер – чей конек – это возможность ворваться в гущу событий так же быстро, как и выйти из нее. Любитель нескончаемых забегов по полю боя и игр со временем. Ну и, наконец, разрушитель – типичный танк, способный выдерживать огромное количество урона. Любой из этих классов будет хорошим выбором как в одиночной, так и в кооперативной игре. Однако заметное преимущество последней в том, что каждый класс – это отличное дополнение к любому другому. Совместное использование навыков заметно повышает их эффективность. Но повторим, что даже во время одиночного прохождения любой из четырех классов – это хороший выбор. Так, ну это лишь создание персонажа. Что же нас ждет дальше? С какими только играми не пытались сравнивать Outriders. Впрочем, сами разработчики говорили о том, что больше всего они вдохновлялись серией Diablo. Поэтому, как бы многие не старались до релиза игры говорить о том, что Outriders – это Gears of Destiny The Division Effect, при детальном рассмотрении становится понятно – Outriders все же ближе всего именно к Diablo. Первая схожая черта – это, конечно же, лут. Его много, у него разные степени редкости, а нахождение легендарного предмета – это настоящий праздник. В общем, все как мы любим. Второй признак, по которому Outriders похожа на Diablo – это структура мира. Условно, его можно поделить на три уровня. Первый – это масштабная карта планеты со множеством точек, по которым нас возят Якуб и его дочь на большом грузовике. Второй уровень – это местность с несколькими локациями и главным лагерем, которому отводится роль Хаба. Там мы можем взять квесты, переместиться в другую местность, поговорить с персонажами, модифицировать оружие и так далее. И третий уровень – это небольшие зоны, на которых мы выполняем как главные, так и второстепенные квесты. А перемещение между ними осуществляется благодаря поставленным флагам – аналогам камням перемещений из Diablo. Третий элемент игры, подсмотренный у Diablo – это уровни мира. Как вы знаете, в проекте Blizzard у вас есть возможность выбрать один из множества уровней сложности. Чем выше сложность, тем больше опыта вы получаете. Лут выпадает более редкий, ну и конечно же монстры становятся в разы сильнее. В Outriders реализована похожая схема, только вы постепенно увеличиваете уровень мира, подобно накоплению опыта для прокачки героя. Только вот после частых смертей полоска прогресса уровня мира немного сбрасывается. Как бы намекая вам о том, что нет смысла переходить на следующий, пока вас убивают в этом. Ну а если же вы не любитель хардкора, в любой момент вы можете поставить подходящий вам уровень мира вручную. Пожалуй, именно эти три элемента роднят проект People Can Fly с Diablo. Если, конечно, не считать все впечатления от геймплея в целом. Так как же представлено прохождение в Outriders? Тут все по сути довольно просто. У нас есть локация, по которой мы перемещаемся по сюжету. Мы исследуем ее, попадаем в большую зону и уничтожаем всех противников. Идем дальше, снова попадаем в большую зону, снова уничтожаем противников и так по кругу. Игра очень линейная, если не считать небольшие развилки, созданные для перехода в другие локации, где вы будете заниматься выполнением второстепенных квестов, и их прохождение в целом можно описать теми же словами, что и основной. Но важен именно сам процесс. Предположение о том, что Outriders — это бесконечные однотипные посиделки в укрытии, где вас не достанут противники, ошибочно. Вначале да, все именно так и происходит. Но уже после двух часов игры вы понимаете, что спокойно отсидеться у вас не получится. Разработчикам удалось создать довольно умелый искусственный интеллект, поэтому враги всегда будут вынуждать вас покинуть укрытие разными способами. Оббегут вас и зажмут в кольцо, кинут в вас гранату или просто уничтожат ваше укрытие. Да, бывают ситуации, когда какой-нибудь крепкий враг ничего не делает, и вы спокойно расстреливаете его. Но бывает такое очень редко. Большую часть времени вы будете бегать по полю боя, выполняя кувырки, жонглируя способностями вашего класса, и все это с целью выжить. Аутрайдерс – это игра с высокой, но справедливой сложностью. Вам придется подстраиваться под ситуацию, чтобы уцелеть. Где-то придется посидеть в укрытии некоторое время, где-то лучше бесконечно бегать по локации, чтобы враг не смог вас достать, а где-то выждать время для общего сбора противников и сразить их с помощью своей массовой способности. Вариантов для стратегии много, и все зависит от того, какие перед вами противники. Кстати, в игре нет аптечек, а сидя в укрытии вы восстановите лишь небольшую часть вашего здоровья. Пополнить его запас можно с помощью использования способностей, рукопашной атаки, или если на вашем оружии установлен специальный модификатор. Каждый класс в игре обладает своей особой способностью восстановления здоровья. Ну и не стоит забывать об экипировке, ведь именно она – это половина вашего успеха в бою. Начиная с редкого лута и выше, предметы обладают модификаторами, которые усиливают ваши способности или дают дополнительные перки по типу ледяных пуль, рикошета или вызова кровотечения. Поменять модификаторы лута можно в лагере с помощью ресурсов. Также с помощью ресурсов можно повысить уровень редкости вашего предмета. Это, кстати, еще один элемент геймплея, который отсылает нас к Диабло. Ресурсы можно получить разными способами, разобрав ненужный лут в сундуках, уничтожив противников или путем извлечения полезных ископаемых из залежей. Если же мы обратимся к второстепенным квестам, они не представляют такого большого интереса. По сути, это все тот же привычный геймплей, но поданный под другой оболочкой. Да, есть интересные квесты по типу игры в русскую рулетку или изучение бункера алхимика. Это дает нам дополнительные сведения о мире и сюжете игры. Но подобных заданий не так много, поэтому если вы пришли в Outriders только за основной сюжетной линией, вы с точки зрения интересных событий особо ничего не потеряете, так что побочные квесты можно пропускать. Хотя стоит сказать, что в игре все же есть интересные цепочки заданий по типу устранения целей, охоты на редких зверей и нахождение артефактов прошлого земного мира. К тому же, за выполнение подобных квестов вы получите очень редкий лут. То есть, выполнение побочных заданий представляет интерес скорее геймплейный, а не сюжетный. Так, не уходя далеко от геймплея, давайте поподробнее остановимся на прокачке персонажа. У каждого класса имеется 8 активных способностей, только три из которых можно вывести на интерфейс и использовать во время боя. Этого более чем достаточно. Методом проб и ошибок, подбором различных сочетаний, вы спустя какое-то время найдете идеальную комбинацию из всех трех способностей. Помимо этого, можно прокачивать и пассивные навыки, поделенные на три ветки. Да-да, вновь Диабло. Ну и в целом, улучшение персонажа на этом заканчивается. Особо глубокой ролевой системы ждать не приходится, но для такой игры как Outriders этого вполне достаточно. Ну и наконец перейдем к тому, из чего же нам предстоит стрелять. К пушкам. Всего мы можем носить с собой три оружия, один из которых это обязательно пистолет с бесконечным числом патронов. Остальные два вы выбираете на свой вкус. Набор оружий в игре стандартный, без изысков. Снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, штурмовые винтовки, дробовики и все в подобном духе. К сожалению, в рамках одного вида, оружие друг от друга толком и не отличается. Не считая, конечно, его характеристик. Но при этом ощущается оно довольно неплохо. Валить толпы врагов в Outriders так же весело и затягивающе, как в Диабло. Да, стоит сказать и про то, что в игре есть не только особые элитные виды противников, но и боссы, многие из которых могут вынудить вас швырнуть геймпад в телевизор или с помощью чего вы там еще играете. Битвы со многими из боссов выглядят довольно неплохо и даже несколько эпично. А некоторые из них, к тому же, имеют еще и несколько фаз. По всему вышесказанному можно сделать вывод, что у People Can Play получилась очень хорошая игра. Но прежде чем подводить итоги, стоит сказать и о главных минусах Outriders. Первый – это сломанные серверы игры, которые не выдержали огромного наплыва пользователей. Из-за чего вход в Outriders мог продолжаться больше часа. А если вам все-таки удалось зайти, то спустя пять минут вас выбрасывало обратно. Вследствие этого у многих игроков и у нашего автора, в частности, возникало множество неприятных ситуаций. Игра могла вылететь во время кат-сцены или перед самым окончанием битвы с боссом. При возвращении же в игру нельзя было даже начать эту битву, приходилось менять активные квесты. Кроме того, завершение одного из самых первых квестов сопровождалось вылетом из игры. А зайти в нее, как вы уже поняли, это весьма трудная задача. Конечно же, Outriders рассчитана на кооператив. Проходить ее в этом режиме в разы веселей. И в таком случае понятна необходимость постоянного подключения к интернету. Но если игрок собирается пройти игру в одиночку, подобное решение можно было бы и не использовать. Естественно, с каждым днем работа серверов становится все более стабильной. Со временем вылеты должны прекратиться окончательно. Но неприятный осадок после не самого удачного старта все же останется. Следующий минус игры – это серые однообразные локации. Данная проблема ощущается особо остро на самом старте, когда мы сражаемся на безликих территориях, которые, кажется, уже видели в других проектах. Но иногда разработчики все же умеют удивлять. Например, хорошо смотрятся снежные и пустынные уровни. Жаль лишь, что последние появляются только к концу игры. Подобное относится и к бестиарию Эноха. People Can Fly населили планету похожими друг на друга существами, а особо выделить хотя бы одного из персонажей никак не получается. Сначала мы сражаемся с обычными солдатами, потом раскидываем пауков, ползающих тварей и других насекомых. Затем нас снова ждут простые солдаты. И вновь, только к концу игры появляются хоть сколь-нибудь интересные противники. Конечно, в суматохе сражения не всегда обращаешь внимание на того, против кого воюешь. Но все же на чужой планете Энох хотелось бы видеть более разнообразный бестиарий. Наконец, стоит сказать, что в игре не самая выдающаяся графическая составляющая. Особенно это заметно во время диалогов и катсцен. Но сказать, что она откровенно плохая, никак нельзя. Она просто обычная, и ничего сверх отметить не получается. Также ей не хватает хорошего саундтрека. За всю игру вы услышите довольно малое количество композиций, которые вам запомнятся. Но все же такие есть. Ну и самое интересное, как всегда ждет нас только под конец прохождения. Особенно хочется отметить, не самое лучшее решение выводить в отдельные мини-катсцены переход на другие локации. Конечно, понятно, с какой целью это создавалось. Но прыжок через пропасть или открытие двери в виде отдельной катсцены выглядит нелепо. Особенно, если не учитывать контекст. Ну что ж, какой можно сделать вывод? People Can Fly вновь не смогли создать шедевр на все времена. Но им удалось представить миру хороший кооперативный шутер, проходить который интересно даже в одиночку. Да, порой игре не хватает разнообразия и своего собственного лица. Лица, что отличало бы ее от других игр жанра. Но даже так она обладает рядом достоинств, которые способны подарить вам несколько десятков часов ураганного и весьма динамичного геймплея. То есть особый подход к геймплею польской студии здесь все же ощущается. Outriders определенно найдет своих фанатов. Кто-то просто пройдет сюжет игры и забудет о ней, а кто-то решит остаться в ней подольше, чтобы закрыть все второстепенные квесты и отправиться в экспедицию. Эдакий специальный эндгейм режим игры. Ну а кому-то может захочется опробовать все классы и поиграть с разными билдами. Пока непонятно, какое будущее ждет игру, но в ней определенно есть потенциал для создания DLC с новыми сюжетами и даже классами. Если вы спросите нас о том, стоит ли сейчас покупать Outriders, мы ответим, что на данный момент это лучшая игра для геймпасс. А даже если вы не имеете возможности воспользоваться этим сервисом, проходить мимо новой игры от People Can Fly точно не стоит. Тем более, что, кажется, проблемы с серверами почти что решили, а баги не столь значительны, чтобы откладывать игру в бескрайний бэк-каталог. Ну и не забывайте, что самое интересное ждет нас в эндгейме. Пишите в комментариях, как вы относитесь к Outriders, собираетесь ли в нее играть, или эта игра не представляет для вас никакого интереса. Впрочем, если вы досмотрели это видео до конца, то, вероятно, это не так. За выход нашего сегодняшнего разбора Outriders мы прежде всего благодарим наших патронов. Если вам понравился ролик и вы тоже хотите поддержать наш канал, сделать это можно на сайте Patreon по ссылке в описании, или же став спонсором прямо здесь на YouTube. За это вы получите ранний доступ к нашим роликам, сможете смотреть выпуски внутреннего блога и обзаведетесь крутым командным мерчем. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Они выходят у нас каждый день. Спасибо, что заглянули, мы ценим ваше внимание. И до скорых встреч здесь, на канале XDelayed. Субтитры сделал DimaTorzok